Четвертый номер. По Александру Невзорову, как уберечь детей от изучения ОПК? Это православная культура, основ. Сегодня у нас 21 февраля 2013 года, четверг. По просьбе людей я решил ответить немного. Ну, как бы, разъясните этот ролик. Вот, в первую очередь, он говорит о том, что церковь пытается проникнуть во все структуры, и вот она везде, церковь, лезет, он абсолютно прав. Я с этим встречаюсь на каждом шагу, где их никто не просит. Я знаю, что за это придется им хлебать кровью и харкать очень долго. Я иногда священникам говорю, Бог будет уничтожать, в первую очередь, вас. Он вас выжигать будет дотла. Что они делают? Где сроду не надо. Они в воинские части проникают, и в университеты. Ну, вот пример. Я, Лапкин Игнатий Тихонович, веду занятие в Алтайском государственном техническом университете 17 лет. 17 лет. Два раза в неделю по два часа. Бесплатно. Присылают сюда после смерти епископа Антония Массендища Максима Дмитриева в миру Василия Михайловича. Он обо мне только слышал. И, видимо, его как-то это трогало. И когда у нас была первая встреча, я издавал вот эту симфонию на жития святых. Там стоит его благословение. Я могу даже показать. Я готовился к изданию, и он дал благословение. Говорит, кто дал благословение? Он и дал. Вот оно где написано. Посмотри. Наш епископ Иптихий и Московская патриархия, епископ Максим. Но за это время что-то с ним произошло. Что произошло? Ну, думаю, то и произошло. Что ему кто-то что-то сказал. Я ему даже передать не мог. Они очень мстительные. У него такой характер непримиримый. И он присылает своего секретаря, Гончарова Сергея Михайловича, в университет. Я ничего про это не знаю. Приносит бумагу, чтобы меня вышли бы с университета. А у меня очень хорошее отношение с ректором, с доктором технических наук, к академикам Девстигнев Владимир Васильевич. И очень хорошее отношение с профессурой и проректором по учебной части Семкин Борис Васильевич. Умнейший человек. Академик, профессор, научные люди. Там 80 каких-то научных открытий у него вообще. И он к нам приходит на занятия, Борис Васильевич, и говорит, неприятное известие. Вот такое дело, они приходили и хотели, чтобы мы вас изгнали. Но почему? А в это время у меня вышел 13-й том открытым оком. Вот эта книга, 13-й том. Борис Васильевич взял ее. Вот я понимаю, вот этот труд вот конкретно. Тут про лагерь наш, мы занимаемся как. Почему они ничем не занимаются? Я пошел брать копию. А секретарь Мария Васильевна, пожилая женщина, очень расположена была к нам. Она у меня книги брала. Но она говорит, ректор-то в Москве находится. Но он придет только. Бумаги-то проверит. А потом я подвожу это все, это лишнее убираю. И я, говорит, эту бумагу, копию сниму, вам отдам. Но я пришел пораньше и к нему. Владимир Васильевич, вот такая история у вас не была. Вот нас хотели, он, как? А он настолько к нам расположен. Да разве я на это пойду? Если им надо, берите другое помещение. Я дам, у нас свободная аудитория есть. Ну, все-таки 21 тысяча студентов, это несколько корпусов. Да разве я пойду на это? Он пришел на занятия у нас, вот вышел. Этот человек очень и очень умный. Очень умный. Я просто не знаю, какую сферу он не знает. Это ученый человек. И вот если у него профессорский состав, а в это время я пришел, он встанет из-за стола, меня зовет, обнимет и поцелует. И говорит, я преклоняюсь перед этим человеком при всем профессорском составе такого большого университета. И он у меня был на занятиях, а мы проходим толкование священного писания, это нового заэта, по святым отцам. Это блаженный Афиллах. Я дальше показывал трехтомник. Вот такой вот. Я ему его подарил. Вот. И вот он вышел и говорит мне, а что это у вас за люди такие? Я говорю, а что? Так у них лица светятся. Как же светятся? Так вы разве не видите? Ну я делаю, как вид, или на самом деле я не вижу. Я говорю, здесь люди верующие, это бывшие парторги, коммунисты, даже сотрудники КГБ, краевой администрации. Я говорю, что у меня все приходили, это бесплатно. Я 17 лет вел бесплатно. Бесплатно. И он только один раз зашел, увидел. Вот Александру Невзору, я бы сказал, ты видел такие лица? Люди, которые говорят против церкви, курят, у них лица почернелые всегда, озлобленность. Я напомню одно выражение Исидора Пелосиота, это не из Библии. Он говорит так. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Об этом очень много говорится. Вот я прослушал сколько у Александра, там предвзятость и злоба. Просто злоба настоящая. Это может быть и на Христа, но это безумие просто, это никуда не годится. Вы вспомните хотя бы Достоевского, которому, вы говорите, в баню привозили девочек. Это мог сказать только человек, подобный Щубайсу. Выпустить такой фильм, я не конкретно о Щубайсе говорю, с маленькой буквы. Кто-то такое. Это ненависть евреев за то, что он еврейский вопрос освещал. Я знаю, откуда этот ветер дует. Как в фильме «12» у Никиты Михалкова, он говорит, это все еврейские штучки. Достоевский говорит, во всей мировой литературе я не нашел ничего симпатичнее и привлекательнее Иисуса Христа. И если кто-то доказал мне, что Христос и истина несовместимый, то лучше остался бы со Христом, нежели с истиной. Я произвольно говорю. Поэтому здесь говорит о том, что от ОПК в школах преподают, и как нужно бы от этого увезти учеников. Думать не надо, не ходи на уроки и все. Я говорю, не нужны эти уроки, совершенно не нужны. Нужна проповедь. Идите и проповедуйте Евангелие. Евангелие Христово. Тебя будут за самого глупого считать. Однажды я попал, ну, недвижимо обездвиживал, у меня защемило нервы, и меня привезли на каталке. Но профессор один слышал обо мне и пришел. Пришел на следующий день уже. Я хотел с вами побеседовать. Это Алтайская краевая больница. Стали беседовать, он задает вопросы, а я ответ даю во свете Библии. Я сейчас отвечаю по Библии, как есть. Он одно, другое послушал и говорит, вы сами-то имеете свои какие-то мысли? Я говорю, нет, а зачем? Зачем мне мысли мои нужны, если они не сходятся с мыслью Божией? Мои мысли должны быть в русле священного писания. Потому что Евангелие от Иоанна 14, 28 говорится так. Я не сужу вас, говорит Христос. Слово, которое я говорю, оно, оно будет судить вас в последний день. Если по нему Бог будет судить, вся моя жизнь направлена, чтобы жить по Евангелию. Он говорит, ну вы своими словами скажите. Я говорю, знаете, а я вас узнал. А как вы узнали меня? Да вы еще в раю к Еве подходили, своими словами, чтобы сказала. Это тот же самый дьявол, только с другой стороны подходит. Другие. И может, если нет, через кого он подойдет? Через Еву, через Игнатия, через Александра. Ему главное погубить души человеческую. Он ничего не может как убить и погубить. И живет на одной клевете. Относительно ОПК, я согласен, чтобы не преподавали. И доказывать ничего не надо. Потому что, если бы сказали преподаватель Слова Божия, проповедь, то проповедь надо. Благовестие о Христе надо. ОПК, ну культура, да мало того, еще тут и мусульманское приложат, мало того, буддийское. Зачем это ребенку нужно? Пускай он до конца насыщается тем, что ему дают. Все столы написаны на полнеотвратительной блевотиной. Вот что это такое. Всюду мат. Я вот в своей жизни ни одного атеиста не встретил, чтобы он не пил, не курил и не матерился. В трех не был замешан. Однажды в краевой библиотеке я был. Ну и стал говорить так. А библиотекарь, она хорошо ко мне относилась. Я в архивах у них там работал много. Ну просто много лет. В архивных материалах. Она, а тут оказался муж, она говорит, Гоша, ну вот я с тобой живу уже сколько лет, он говорит, 18 лет. И тут девочка стоит лет 15. Ну ты же никогда не материшься, он говорит, нет, не матерюсь. Я говорю, а позволь я с ним поговорю? Ну говорите. Я говорю, скажите, а у вас дача есть? Он говорит, да, есть. А кто строил? Я строил. А было так, что я говорю, вы промахнулись и не попали в гвоздь, а в палец? Да, было. И что? Ну какие слова из вас выскочили? Ну как, я заматерился. Она, Гоша. Он говорит, я говорю, ну вот и все. За одну минуту я его уже выявлю. Так не только это. Он с чужими мужьями говорит скабризные анекдоты. Рассматривает похабные там картинки. А то, что это мелочь такое. И при случае он легко изменит жене. Очень легко. Я вот пришел в администрацию, там земельный комитет еще. И мужчина один узнал, что я верующий. Молодой, красивый, статный такой. Прям приятно посмотреть. Руссоволосый, высокий, лицо чистое. И он говорит, у меня такая неприятность, беда. Прям беда. А сам печальный такой. Можно я вам исповедую себя? Я говорю, я не священник, я чтец. Ну поговорить хотя бы. Ну поговорили что? Ну вот я женатый. И мы так хорошо с женой живем. И уже 7 лет. И я вот изменил ей. Как изменил? Ну вот в баню котел сварил. И обмывать стали. Я говорю, да к чему? Протекал или что? Ну не обмывать это. Ну выпивать называется. Обмывать-то. Ну и что? Ну было-то это у товарища, не у меня. И какая-то женщина. Я проснулся, уже я оказывается с ней в постели лежу. И вот я пришел к жене и сразу все рассказал. Какой мужик-то хороший так. Ну что? Она меня простила. Ну душа у меня свербит. Что ему не хватает исповеди? Ему надо пойти в церковь. Вот я не могу смотреть на мою Наташу. Я подлец. Я негодяй. Что я сделал? Он раскаивается. Раскаяние я встречал у всех. У патриархийных смещенников ни разу не встречал. У них нет покаяния не за то, что нагнали старообрядцев. 5 миллионов гнобили самых добросовестных тружеников. Самых сильных патриотов. Вот я не знаю, кто это слово разбирает, патриот. Ну это любовь к отечеству и прочее. Атеист не может быть патриотом. Надо, как умирал, когда солженицы. Я не знаю, если нет такой ролик, у него взорван у него. Я его очень уважаю. Моя биография даже в чем-то на него похожа. Говорят, что немного и облищем похожа. И он говорил перед смертью уже, что если Россия не будет нравственной, она никому не нужна такая безнравственная. Без Бога ни о какой нравственности говорить не надо. Тормоза сорваны. Все делай, лишь бы тебя не видели. Почему сегодня такая коррупция? Вот обвиняют Жириновского. Придурок, клоун. Ну все правильно. Даже все правильно. А что это изменится? Он говорит умница. Он умница. Такой же, как Невзоров. Он такие слова говорит. Он обо всем говорит. Он может менять взгляды сегодня такое, завтра такое. Но он умница. И рядом человек, как будто нет, кто бы помог ему быть другим. Он знает и языки. Он и доктор, и профессор там. И на любую тему вызывает, где беседует. Вот на разные ролики, я вижу, на телевидении. И его вызывает. У него оригинальные предложения. И в Японии ему бы цены не было. И все, что он говорит, может притворить. Притворить в жизнь. Но как будто ни одного христианина рядом не было. Как Андрей Кураев говорит. За 6 столетий не нашлось Кирилла Мефония послать в пустыню проповедовать. Налоги с них брали. Исак снимали. И вот родился Мухаммад. И теперь уже встретились на полях сражений. Никого нигде не было. И вот в АПК таком. Неужели ни одного нет, чтобы в духе пророческом сказать, что не надо это. В школу нужны пророки. Я в школах преподавал. И скажу, что сердца учеников очень испорченные. Но находятся сердца, которые желают. И которые желают. Они воспитаны в этой среде. А бывает и не в этой. Тогда с разрешения родителей, расставания несовершеннолетия. Тогда вот ко мне приезжает в лагерь. Родители расписываются. Они согласны. Сами приводят. И без помощи государства я 40 лет занимаюсь чужими детьми. Мне это зачем? У Александра Невзорова, похоже, нет. Он видит вот за икру, за ломки. Они глотку друг другу грызут. Мне грызли. Но не за это. Меня пытались заставить замолчать. Когда я был в Жанатасе, в Жамбульской области отбывал там наказание. То там был Рор один, Дулубаев один такой. Палач. Там до меня было такое. Каждый день избиения. Ленинская комната. На уровне головы все залито кровью. Спрашивать там нескому. Жаловаться некому. А меня они не трогали. Я шел по линии КГБ. И это меня спасало. Когда они начали избивать. А мне говорили. Ты, отец, иди в библиотепу там. Посиди в красном уголке. И вот однажды он. Меня вызвали и говорят. Вот у нас кто здесь есть? Сколько? Тысяч людей. Никто не делает то, что делали на воле. Вы один только делаете то, что делали на воле. Как делали? Вот наркоман, он здесь не наркоманит. Он убивал, там здесь не убивает. А вы там занимались пропагандой религиозной и здесь занимаетесь. Я говорю, у меня в обвинении это не стоит. У меня стоит в обвинении, что я брал интервью репрессированных. Что я насчитал по всей стране впервые. Я первую в стране нашей распространил рахипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. О трагедии церкви. Меня за это посадили. Тут я это на пленке насчитывал. На пленке. Это прослушивать надо было 2500 часов. 50 книг я насчитал моим голосом. Вот за это меня арестовали. А тут я не насчитываю. Не крестись. А я перекрестился. И он ударил меня по руке. Ну не больно так. А тут сидел по... Как называют? По культурным каким-то там. Что-то такое. По воспитательной части один. Кудериев. И они по-казахски с собой что-то загогатали. Вот видимо, я так понял, догадался, что этого не надо делать. Это нельзя делать. И он сразу, о, да вы славянский язык знаете. И так это... Ну и ладно. Как будто не видел. Бог охраняет. В моей жизни было столько смертных случаев. И ни разу Бог не дал мне повода, чтобы я ожесточился. Я всегда целую руку Божью, которая бьет меня. Это мне надо. Это мой крест. Он меня посылает в вузы, в темницу, среди злодеев. Я благодарю Бога. Бог позволил мне прожить эту жизнь в радостном свете Иисуса Христа. И вот здесь он, когда говорит, он говорит, вот смотрите здесь. Школьникам будут преподавать, что Христос сказал, огонь принес на землю. Разлучить отца с сыном и перечислять все по Евангелию. Правильно написано. Но нельзя толковать самому. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило запрещает это. Христос никогда не учил что-то поджигать, огонь принес, не убивать. И когда ученики сказали, вот здесь там меч, он говорит, довольно, два меча, довольно. Речь шла не об этом. Речь шла о том, что учение Христа, призыв к свету, он будет разделять людей. Я встречал лютую ненависть людей к Слову Божию, ко Христу. Я сидел, беседовал в электричке, говорил о Боге. Но кто-то там подошел и сказал, замолчите сейчас, а то сейчас как дам. Я говорю, а я с чем мешаю? Я разговариваю, и она спрашивает, собеседница. Это же дьявол. Какой дьявол? Никакого дьявола нет. Я тогда встал, а в электричке всех видать. Я говорю, кто хотел бы увидеть дьявола? А как? Я сейчас покажу вам его. Вот слушайте внимательно. Смотрите. Я считаю русские народные сказки. Кого прочитать? Все поднимают руки. Хотите. Теперь. Я хочу прочитать вам ненецкие сказки. Будете слушать? Я хочу прочитать вам еврейские сказки. Будете слушать? Нет. Все. Ну вот и все. Особенно закричал мужик, который рядом. Вот и дьявол и вылез. То есть слушать. Выдумка они будут. А истину, Господню. Когда единое слово, неизменяемое в Святой Библии, сам из себя выходит. Я сторонник того, что не воевать нельзя, не убивать. Ничего этого нельзя делать. Нужно молиться. И Бог так это устрояет. В моей жизни был не один случай, а очень много. И Бог делал так, что я еще не доезжал до места, а те люди каялись и желали вместе со мной слезти и пойти к нам по полям туда в деревню и остаться жить. За одну только дорогу. А я еду из Москвы. Я знаю облагораживающую силу Слово Божие. Стоит пьяница. Я первый раз с ним разговариваю. И уже через 10 минут он бутылкой бьет по пасанку бетонному, разбивает, табак рвет. И жизнь человека меняется. Дух Божий коснулся его сердца. Видимо, Александру Глебовичу не приходилось это видеть. Он перечисляет очень многих ученых, я говорил. Особенно Гидро, Руссо. Ну, кого перечислять-то? Вольтера. Безбожники. Где они сейчас находятся? Достоевского, конечно, придумывает там кто-то в бане водили. Глупости. Даже говорить не надо. А что ждет атеиста? Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Надежда. А надежда не постыжает. У неверующего ничего нет. Я видел сам неверующих, которые очень и очень страдали, приступая к смертному часу перейти. Они метались. Они не знали, что делать. Он всю жизнь был атеистом. Гальперин. Борис. Я сталкивался с ним. Общество знания. Умнейший еврей. У меня записи сохранились. Я везде по стране. Я записи магнитофона. Это еще в 70-е годы делал. Но вот он заболел. Смертная болезнь. У него около 40 операций было. Он обратился к Богу. Не в православие, а у баптистов. Почему? Он говорит, теперь только я счастлив. Я обрел подлинный смысл жизни. Я встречал неоднократно таких людей, которые воевали всю жизнь. Меня преследовали в школе. Учитель был жаров. Невозможно, как преследовал. Но приступил смертный час. У нас священников не было. Это беспополцы, старобрядцы. Попросил, чтобы бабушку привели и его отпели. Мы, когда там Егонин, муж учительности, узнал про это. Ой, как он нам подгадил. Таким словом нехорошим сказал. Это был такой коммунист примерный. И вдруг он понял, что ничего дальше нет. Благословен Господь. Так что, здесь я с Александром согласен. Не надо никакого АПК. Детям нужно чистое Евангелие. И Христос Спаситель. Ему слава во веки веков. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...